Здравствуйте, я Боевинов Григорий Вячеславович, активист профсоюза действия и председатель инициативного комитета первичных профсоюзных организаций и фабрично-заводских комитетов Фонда Рабочей Академии. Итак, сегодня, как я и обещал, мы разберем письмо медицинской чиновницы, госпожи Зельдиной, которым она сопроводила те трудовые договоры, по сути драконовские, которые ухудшают условия труда медицинского персонала и не только, во Всеволожской клинической межрайонной больнице. Вот это письмо на экране. Как видите, она призывает к следующему. Давайте вдумчиво и спокойно разберемся с тем, что на самом деле происходит. Итак, мы успокаиваемся и вдумчиво разбираемся. Итак, инфекционное отделение в Морозовской больнице получили вот такие новые трудовые договоры. В принципе, и в старых было примерно то же самое. Те люди, которые поступали в инфекционное отделение, у них класс вредности стоял ноль. Ноль. А много ли это или мало? Понятно, что инфекционное отделение – это такое отделение, в которое класс вредности должен быть не менее 3,3, а может быть 3,4. Что это значит? А это значит, что это 36-часовая неделя, вместо 39, которое положено по трудовому кодусу Российской Федерации. Для всех медиков напоминает 39-часовая рабочая неделя. Много ли мало эти 3 часа? Ну, давайте вместе с вами прикинем. Итак, 39-36 получается, что люди, в связи с тем, что у них неправильно проведена соот на рабочем месте, либо вообще не проведена, либо проведена как-то так, что класс вредности ноль, соответственно, теряют 3 часа, не тратят и не тратят их на себя, на друзей, на родственников, на семью. Для ровности 50 недель получается 150 часов в год, затем мы 150 часов в год делим на 7-12, это столько длится рабочий день при 36-часовой неделе. Соответственно, мы получаем цифру в 21 день в год. То есть, казалось бы, ну что там 3 часа в неделю, а 3 часа складываются в 21 день в год. И затем мы умножаем эти 21 день на рабочую жизнь, то есть, если мы в 20 приходим на работу после училища и заканчиваем в 55, ну, медики чуть раньше, допустим, и пусть будет 35, то мы получаем такую цифру, как 737 рабочих дней. Вы чувствуете, всего лишь 3 часа в неделю, которые забирает главный врач вот этими своими мероприятиями, он экономит свои деньги, но при этом растрачивает вашу жизнь. Но это еще не все. Если у тебя класс вредности 0, то, соответственно, ты не имеешь права на 14-дневный отпуск в год, то есть, отпуск по вредности. А давайте умножим эти 14 дней на 35 лет рабочей жизни и получим мы 490 дней. И складывая предыдущую цифру эти 490 дней, получается неплохое число 1227 дней, и поделить на 365 дней получается чуть ли не 3,5 года. То есть, казалось бы, вот она, класс вредности, который не поставили, неправильно определили, и это все сложилось 3,5 года. Что такое 3,5 года? Мы только что бились профсоюзом, вот профсоюз действия вместе с конфедерацией труда, чтобы не повышали пенсионный возраст, там прибавили всем по 5 лет. А здесь главный врач на месте, вот делает вот то, что он делает, и отнимает у вас еще 3,5 года. Товарищ, конкретно в ваших руках что-то поменять. И об этом нам говорят вот эти документы, представляете? То есть, те документы, на которые ссылается Зельдина, они говорят совершенно об обратном. То есть, то постановление об оплате труда, если его внимательно читать, то там появляются вот такие интересные фразы. Пункт 3,5. Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, устанавливаются учреждением с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленной статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором. Видите, даже в этом постановлении правительства есть такое понятие, как коллективный договор. Коллективный договор, о чем говорит профсоюз действия, и который мы можем заключить в этом учреждении, если сплотимся, если нас будет больше половины. Для этого надо просто заполнить вот это заявление, подписать, сфотографировать и отправить на мыло, и все. И вот мы боремся уже за свои, в том числе, 3,5 года жизни. Ну что говорится в том постановлении? А в том постановлении говорится, что доплата за вредность за ту или иную категорию, там идет градация, там 8-12%. То есть уже в этом постановлении об оплате труда Ленинградская область увеличивает вот эти проценты в сравнении с Трудовым кодексом Российской Федерации. То есть правительство Ленинградской области намекает вот этим вот, намекает, что ну вы можете повысить себе и больше. Больше эти 8-12%, которые мы вам повысили этот оклад. Понимаете, вот можно больше, можно хоть 50%. Но для этого надо иметь класс вредности, понимаете. А чтобы иметь класс вредности, надо снова провести этот соуд, которое было проведено в больнице с нарушениями. Надо, половина даже не знала, что это соуд проходит. А те, которые попросили, покажите, что вы там насчитали, написали. Им даже не предоставляют эти документы. И пишут в Трудовых договорах ноль. А это 3,5 года жизни. Не забываем выходить из желтого профсоюза и вступать в профсоюз действия. Подписываем вот эти заявления. Сфотографируем и отправляем на почту. VGP67, собака Mail.ru. Следующее, что мы встречаем, госпожи Зельдиной, это указ президента 597 от 2012 года. Где говорится о том, что зарплата у медиков, средних, младших, медицинских работников должно быть 100% от региона. И у врачей 200%. И говорит, что вот зарплата в нашем регионе снизилась на 7%. Поэтому мы вам тоже снизим на 7%. И здесь вот начинается вот этот вот выверт всех этих медицинских чиновников. Потому что профсоюз действий уже много лет говорит об одном и том же. Давайте все-таки определимся, что человек должен работать именно ставку. Именно 40 часов в неделю для медиков. Это 39 часов в неделю. Для каких-то категорий 36 и менее. И вот за это вы должны заплатить среднюю по региону. Получается, что у нас мало кто работает именно на ставку в медицине. И получается, что люди работают на полторы, на две ставки. Они выполняют тем самым своей жизнью вот это, тратя свою жизнь. Вот этот указ президента. Потому что чиновникам же выгодно. Они же не пояснили в этом указе, что на ставку. А так получается, работай больше, и ты выполнишь указ президента. И учитывая вот это все, давайте еще вы работаете на две ставки. Выполняете вот эту норму, которая в принципе по логике, по здравой логике, когда ты именно на стороне стоишь сотрудников. Это должно выполняться на ставку. Еще тебе вот это все снижают на 7%. Потому что ты работаешь на две ставки, а мы тебе еще на 7% снизим. Потому что молодец, работает дальше вот в таких условиях. Что бы могло исправить? Могло бы исправить коллективный договор. Где бы коллективный договор бы пояснил, что это на ставку, вот это 597-е постановление указ президента 2012 года. Вот это вот на ставку. Далее следует документ территориальная программа, которая оправдывает ведение шестидневной недели для работников медицинских учреждений. Говорится, что вот, только из-за этого приходится идти на шестидневную неделю. Мы здесь ни при чем. Мне было не лень прочитать эту территориальную программу еще один раз. В принципе документы примерно одни и те же. Меняются различные цифры. А так структура остается одна и та же. И так на 31-й странице в 7-м абзаце мы читаем. Медицинские организации Ленинградской области, участвующие в реализации территориальной программы, обязаны установить режим работы медицинской организации с учетом предоставления гражданам возможности посещения медицинской организации, в том числе для оказания неодолженной помощи, как в дневное, так и в вечернее время. Дневной прием граждан должен быть организован с 8.00 вечерней до 20.00. Суббота рабочий день с 9.00 до 14.00. Прием вызовов ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 14.00. Итак, посмотрев, прочитав, пробежав глазами, мы видим, что нету ничего о том, чтобы работать каждому сотруднику 6 дней в неделю. Здесь говорится, что поликлиника должна работать 6 дней в неделю. Показываются часы, когда она должна работать. Понимаете? То есть, это говорится об организации. Но это, если перебрать это все на скорую помощь, а скорая помощь должна работать 7 дней в неделю 24 часа. Поэтому врачи скорой помощи будут работать 7 дней в неделю 24 часа. Не об этом абзац. Абзац о другом. Об организации работы поликлиники, а не о рабочем времени врачей. Получается, если сейчас 5-дневная неделя, она узаконна, вот они, 5 дней должны врачи работать, то, соответственно, если хотите, чтобы врач работал вот эту короткую смену в субботу, соответственно, с ним надо заключить дополнительные соглашения. При этом надо учесть мнение или согласовать это все с профсоюзной организацией. Ну, понятно, во Всеволожской больнице Зинковой, ну, там, что там, согласовывать? Подсунула, она все подписала. Но остается вот этот вот врач. И получается, врач, отработав на ставку, должен работать чуть больше. И вот эти чуть больше надо оплатить в двойном размере. Или предоставить дополнительный день отпуска. Ой. А тут, получается, мы вот так вот это все пропихнем, и не надо ничего доплачивать, и не надо ничего предоставлять. Очень классная экономия, опять же, на жизни и здоровье этих медицинских работников. И не только медицинских работников. Теперь, что касается выплат за стаж. Да, уже давно ни в каких нормативных актах нету такого понятия, как доплата за стаж. Но вы за это должны вцепиться, просто зубами вцепиться. Прошлое поколение, 7 лет назад, вцепилось зубами, и это отстояли. И это было, знаете, как, я помню этот момент, и вот врач Шипачев сделал там какой-то жест рукой, и отстоял вот этот вот такой вот добрый, он такой добрый придобрый. Ну, просто тогда у него силы не было, он тогда входил в коллектив, надо было набирать очки, как, знаете, на выборах у президента, и он оставил вот эти доплаты. Причем, если вы прочитаете эти доплаты, там очень специфически они назначают, знаете, вот если вы работаете как-то вот так, то вам доплатят, а если вот как-то вот так не работаете, то, ну, то есть, если вчитаться, то там есть всякие нюансы, когда вот эту вот доплату за стаж еще и немного так, немножко покоцают. Вот, и в целом надо понимать, что тут конкретно речь идет просто о структуре зарплаты, тут речь не идет о повышении зарплаты, тут идет речь о структуре зарплаты, то есть то, что говорит Путин уже давно, говорит Скворцову, что оклад должен быть не меньше 50% именно в заработной плате, что компенсационные выплаты 15%. Вот к этому это постановление и приводит, и как бы за счет того, что там добавим вредности, добавим какие-то компенсационные выплаты, добавим выплаты за стаж, мы получим как раз в структуре зарплаты, что именно вот ту часть, которую нельзя лишить ни при каких условиях, она будет достаточно высока. Не так, как во Всеволожской больнице, когда там у доктора оклад 17 тысяч, он получает, допустим, 55, и вот это от 17 до 55, это стимулирующий выплат. Его бац и лишили. Постоянно вот эта неврозность, что тебе могут не то, что ползарплаты, а больше половины зарплаты, считай, две трети зарплаты просто взять и лишить за какие-то непонятные дела, и опять же, учитывая какой профсоюзный орган, учитывая этот желтый профсоюз, когда мы тебя лишили 50%, почему 50%, почему не 49%, где это положение, кто это решает, непонятно. А это должно прописываться в том числе и в коллективном договоре, которого во Всеволожской больнице нет. Итак, подведем итог этому письму, составленной медицинской чиновницей Зельдиной. Наталья Евгеньевна составила очень талантливое, но бессовестное письмо. Знаете ли, Наталья Евгеньевна, вот это вот как раз и называется халуйством. При этом вы должны понимать, что вот то кофе, которое вы завариваете с утра, тот йогурт, который вы едите на обед, вот его оплатили те снитарки, медсестры и врачи, вот те самые сотрудники, которым вы подсовываете вот эти драконовские унизительные трудовые договоры. Остается только надеяться, что свой талант и совесть вы продаете недешево. А сотрудники Всеволожской больницы, вступайте в профсоюз действия для отстаивания своих прав. Ну и будьте здоровы, а пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok